Привет-привет! Сегодня мы приехали в еще одно красивое место. Это ущелье Чеда. Сейчас мы проезжаем саму деревеньку Чедар, но поближе мы ее посмотрим чуть позже. Сейчас нам интересно ущелье. Ущелье Чеда – это известняковое ущелье в Мендип-Хиллз, недалеко от деревни Чедар, графство Саммерсет, Англия. В ущелье находятся пещеры Чеда, где в 1903 году был найден старейший в Британии полный человеческий скелет. Возраст так называемого чедарского человека оценивается примерно 9000 лет. Пещеры, образовывающиеся в результате деятельности подземной реки, содержат сталактиты и сталагмиты. Пещеры нам не удалось посетить, они закрыты до 1 апреля. А само ущелье является частью участка особого научного интереса под названием Комплекс Чеда. Это самое большое ущелье Великобритании, с потрясающими скалами высотой более 137 метров. Это известное место является областью выдающейся природной красоты, которая раскрывает множество скрытых секретов, включая увлекательные истории наших доисторических предков. После раскопок в 1890 году пещера Гофа приобрела международную репутацию благодаря своему историческому и геологическому значению. В пещере был найден не только чеддерский человек. Здесь также находится крупнейшая подземная речная система Великобритании. Ущелье Чеддер, включая пещеры и другие достопримечательности, стало туристическим направлением. Ущелье привлекает около 500 тысяч посетителей в год. Посещение ущелья дает возможность открыть для себя некоторые из самых редких и самых знаменитых диких животных Саммерсета. Первым делом всегда увидите стадо свободно гуляющих диких коз. Наряду с козами обратите внимание на овец соя, бродячих по холмам. Это выносливая древняя редкая порода родом из Британии. Они очень шустрые и цепляются за края скал. Коз и овец мы увидели, и те, кто будут внимательно смотреть это видео, тоже их увидят. А теперь немного о тех, кого нам не удалось увидеть. Это подковообразные летучие мыши. И большие, и малые подковоносы обитают в ущелье Чеддер. Оба вида считаются находящимися под угрозой исчезновения, и их численность продолжает сокращаться. Они живут в пещерах, а пещеры на данный момент закрыты. На крутых скалах долины гнездятся сапсаны, самые быстрые в мире птицы в полете. Их мы тоже не заметили. На краю скал здесь растет розовый Чеддер и другие редкие растения. Здесь также растет каменная роза и травы, такие как тимьян, дикий базилик, майоран. Они растут на нижних склонах. А в жаркую погоду, скорее всего, их сначала почувствуете, а потом только увидите. Это одно из немногих мест в Англии с коренными популяциями валийского мака. И одна из немногих областей на юге Британии, где можно найти лишайники. Ущелье также является важным местом для роста круглолистной рябины. В 2009 году ботаники из Уэллского национального гербария провели исследование в рамках общенационального исследования рябин. Среди восьми идентифицированных видов были три новых вида ранее неизвестных науки. Глядя вниз в ущелье, видно, что на юге почти вертикальные утесы, а на севере травянистые склоны. Ущелье образовалось в результате разлива вталых вод во время холодных приледниковых периодов, которые происходили в течение последнего миллиона лет. В ледниковые периоды вечная мерзлота заблокировала пещеры льдом и застывшей грязью, и сделала известняк непроницаемым. Когда он таял, вода вырывалась на поверхность и образовывала ущелье. В более теплые периоды вода текла под землю через проницаемый известняк, создавая пещеры и оставляя ущелье сухим. Так что сегодня большая часть ущелья не имеет реки, пока подземная река Чеддер-Йоу не выходит из нижней части пещеры Гофф. Река используется компанией Bristol Water, которая обслуживает ряд плотин и прудов, которые снабжают близлежащие водохранилища Чеддер через трубу диаметром 137 см, по которой вода поступает прямо вверх по течению. Ущелье подвержено наводнением. Во время наводнения Чусток в 1968 году поток воды смыл большие валуны вниз по ущелью, повредив кафе и вход в пещеру Гоффа, и смыв автомобили. В самой пещере затопление продолжилось три дня, а в 2012 году дорога через ущелье была закрыта на несколько недель из-за повреждения дорожного покрытия во время сильного наводнения. Южная сторона ущелья принадлежит и управляется поместьем Лонглит, Маркиза Баут. Скалы на северной стороне ущелья принадлежат национальному фонду. Каждый год оба владельца ущелья вносят средства на расчистку территории от кустарников и деревьев. Большая часть коммерческих мероприятий в ущелье находится на южной стороне, принадлежащей Лонглит, включая доступ к двум основным пещерам и центру посетителей. Две основные пещеры, открытые для посетителей, находятся на южной стороне ущелья и принадлежат поместью Лонглит. Обширная пещера Гофа и меньшая пещера Кокса названы в честь своих первооткрывателей. Оба известны своей геологией и было высказано предположение, что пещеры использовались для созревания сыра в доисторические времена. Пещера Гофа, обнаруженная в 1903 году, ведет прямо на 400 метров в скалу и содержит множество больших каменных камер и образований. Пещера Кокса, открытая в 1837 году, меньше по размеру, но содержит множество замысловатых образований. В 2016 году пещера Кокса была превращена в охотников за сновидениями, мультимедийную прогулку с театральным освещением и видеопроекцией. Эти пещеры послужили источником вдохновения для пещер Захельмовой пади в двух башнях писателя Толкина. В 1999 году телевизионная программа «Канал 4» «Тайм Тейм» исследовала дыру Купера, пытаясь найти доказательства палеолитической деятельности человека. Несколько пещер были внесены в список древних памятников, как и археологические памятники национального значения, в том числе Старая пещера Гофа, Великая дыра Уна, дыра Саи, Солдатская дыра и Солнечная дыра. Дорога, которая проходит через ущелье, предлагает популярный подъем для велосипедистов и имеет максимальный уклон 16%. Восхождение было представлено на шестом этапе Тура Великобритании в 2011 году. На южной стороне ущелья проложено около 590 маршрутов для скалолазания, которые обычно открыты для альпинистов с 1 октября по 15 марта. На северной стороне ущелья проложено около 380 альпинистских маршрутов, а земля преимущественно принадлежит Национальному фонду и обозначена как земля открытого доступа, что дает право доступа для альпинистов круглый год. Каждый из маршрутов назван и включен в путеводитель Британского совета по альпинизму. Спасательные службы, в том числе местные горно-спасательные и пещерно-спасательные группы, часто используют ущелье для проведения учений. Оно также используется в качестве места обучения пилотов военных вертолетов-спасателей. Итак, мы с вами посмотрели ущелье, прокатились на машине, прошлись пешком, посмотрели на ущелье сверху и снизу, а теперь вернулись обратно в деревню. Найдем место, где припарковать машину и пойдем изучать деревню. Хоть пещеры и закрыты, но здесь есть еще одно место, которое мы должны посетить. История о том месте и как мы туда попали в следующий раз. А сегодня, я думаю, все. Пока-пока, хорошего дня, увидимся скоро и начнем с того же места, где мы заканчиваем сейчас.